У маленького Артёмки Артёмова недуг необычный. На уровне медицины нашего региона его можно предположить, но не диагностировать. Поэтому малыш и оказался здесь на мастер-классе у Михаила Пыкова, гуру ультразвуковой диагностики в медицине. У нас подозревает болезнь натопления, здесь её не могут подтвердить. В Москву отправили анализы, приехали врачи, УЗИ посмотрели печень и селезёнку, сказали, что под вопросом, но ничего страшного. Сейчас что вы испытываете после этого УЗИ? Ублегчение, спокойствие. Первый мастер-класс по УЗИ в перинатальном центре проводит Михаил Пыков, заведующий кафедрой лучевой диагностики детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Что у нас с вами, господа, получается? Вы видите, что внутри есть сосуды одиночные? Вы видите, что есть по окружности сосуды? Московские специалисты занимаются диагностикой самых сложных клинических случаев брюшной полости, сердца, головного мозга и тазобедренных суставов. Получить знания из первых уст съехались врачи со всего региона. Хирурги, кардиологи, эндокринологи, конечно, специалисты УЗИ. Татьяна Эйхман – врач ультразвуковой диагностики Корсунской районной больницы. Она работает в этой должности более 20 лет и считает, что подобные мероприятия для врачей из глубинки бесценны. Я провожу скрининг, но если я не буду знать каких-то заболеваний, какие могут быть, которые он нам сегодня показывает, я же пропущу и не увижу. А если я там увижу и вовремя отправлю к своим коллегам сюда, мы этого ребенка вытащим. Обучение у московских медиков необходимо и специалистам ведущих региональных детских медучреждений. Мастер-классы и лекции охватят все методы ультразвуковой диагностики, которые только используются в педиатрии сегодня. Но основное направление – это исследование новорожденных и детей малого возраста. В пернатальный центр поступило очень хорошее оборудование ультразвуковое, которое до этого не было в детской практике у нас. И вот соединение этого высокого уровня оборудования с высококлассными докторами, которые сейчас научатся работать на этом оборудовании, повысив свою квалификацию, позволит реально снизить и тяжелые исходы у новорожденных детей, у детей, которые с малым весом, позволит лучше их выхаживать. И как показывает мировой опыт, говорят специалисты, в итоге снижается детская смертность. УЗИ на сегодня считают медики основной метод диагностики. Если взять маленьких детей без ультразвуковой диагностики центральной нервной системы, сейчас вообще себе представить это невозможно. Мы перестали делать рентгеновские снимки тазобедренных суставов, которые ничего не дают, только облучают ребенка. Мы можем посмотреть это в ранние сроки и поставить любые диагнозы динформации тазобедренного сустава. У нас перестали инвалиды ходить, если вы обратили внимание, с утиной походкой. Только взрослые ходят, а дети уже таких нет. Обучение от ведущих специалистов России в области ультразвуковых исследований продлится две недели. Планируется, что курс прослушают 100 врачей из лечебно-профилактических учреждений региона. Илла Шахова, Сергей Свишников, Вести Ульяновск.